Бип-бип человеке. Давайте с вами еще раз поговорим про Зверополис, когда уже выйдет вторая часть этого клевого мультфильма. И настолько ли хороша и логична была первая часть, как мы об этом думали. Кстати, я хочу купить себе хороший студийный микрофон для озвучки роликов. Если тебе не нравится голос робота, то перейди по ссылке в описании и задонать хотя бы 15 рублей. Тогда все наше сообщество будет тебе очень благодарно. Ну а мы начинаем. Короче погнали. Итак, я буквально на днях пересматривал первый Зверополис в очередной раз, чтобы вдохновить себя на создание новых роликов. В итоге выпустил интересную историю о том, как Ник Уайлд работал на мафию в свои юные года. Если вы еще не видели его, то нажмите на значок, который находится в верхнем правом углу экрана, и обязательно посмотрите. А то такие ролики набирают очень мало просмотров. Это действительно очень обидно. Ну а какая-то фигня, написанная на скорую руку, набирает больше 100 тысяч просмотров, а крутую историю с продуманным сюжетом, смотрит чуть более тысячи раз. Я планировал сделать новый ролик о том, как Рыжий Лис познакомился и подружился с ленивцем по имени Блиц, тот что скорость без границ. Но походу большинство моих подписчиков ждут видосики, только с постельными сценами. Видимо в ближайшем будущем мне придется делать только такие ролики. Ну а пока еще не закончилось это лето, я попробую поэкспериментировать с контентом. Я буду делать обзоры на популярное аниме, а также что-нибудь еще интересное. Если у вас есть хорошие идеи, то пишите их в комментарии. Что-то меня немного не туда занесло. На чем же я остановился? Точно, когда я пересматривал Зверополис, то начал обращать свое внимание на те вещи, которые раньше не замечал. После этого, иллюзия идеального мультфильма, стала моментально рассыпаться на осколки. Ну вот, к примеру, у Джуди было больше 200 братьев и сестер. Что же будет, когда они вырастут и заведут своих деток? Примерно через 20 лет, семейство Хоббсов будет насчитывать свыше 40 тысяч голов. Понятное дело, в этом вымышленном мире живут и другие ушастые семейства, которые тоже будут размножаться с огромной скоростью. Подумайте сами, как быстро планета будет перенаселена. Буквально через 100 лет настанет кроличий армагедец. А еще помните тот момент, когда Джуди подловила нагловатого рыжего нахала, и начала высчитывать его задолженность по налогам. Вот откуда у нее были данные на него. Откуда она узнала, что он их не платил, и сколько лет это продолжалось, если капитан прямым текстом ей сказал, что не дал доступа к полицейской базе данных. Николас признался в том, что зарабатывал по 200 баксов в день с 12 лет. Джуди быстро посчитала его годовую прибыль, а потом умножила на 20. Получается, что нашему рыжему герою уже 32 года. Вам не кажется, что он уже слишком староват, чтобы идти учиться в полицейскую академию? Если у кого-нибудь из вас родители работают в полиции, то спросите у них, берут ли таких стариков на службу. И напишите об этом в комментарии. Я думаю, что это многим будет интересно. В этом мультфильме есть очень серьезный косяк, который полностью разрушает главный сюжет, и всю логику происходящего. Умная крольчиха записала признание Ника, о том, что он зарабатывает кучу денег, и не платит налоги, на диктофон, ручку-морковку. Так вот, знаете, что ни один суд в мире не примет эту улику, поскольку это голосовая запись, причем она получена незаконно. Вы можете предположить, что хитрая крольчиха просто развела глупого лисика, как ребенка, но вы ошибетесь, потому что мисс Барашки села за решетку из-за точно такой же записи. Я не удивлюсь, если во втором Зверополисе она сразу же выйдет на свободу, а потом начнет мстить нашим пушистым героям. В идеале, Джуди Хоббс должна была просто вызвать на допрос гражданина Уайлда, как свидетеля преступления, а не выдумывать приколы с диктофоном и ручкой. Она же сама говорила, что закончила обучение в полицейской академии с наивысшим балом. Вероятно, она это просто набрехала. Тем более, этот наглый лис ее обманул, оскорбил, и унизил. Зачем крольчихе вообще было с ним сюсюкаться? Тогда все бы происходило совершенно по-другому. Николас пришел бы на допрос, и там бы как миленький обо всем бы рассказал. Потом Джуди сама сгоняла бы к голопопым йогам, и там узнала бы номер лимузина. После этого вернулась бы к капитану Буйволсону, который по базе быстренько бы пробил номерок. В итоге, это дело могло бы быть раскрыто еще раньше. Но тогда Ник и Джуди не подружились бы, а они такая замечательная пара. А как вы думаете, логично ли были действия крольчихи? Напишите об этом в комментарии. Вспомнил еще один важный момент. Ник Уайлд первую половину мультика постоянно травил и подкалывал крольчиху за ее глупость и некомпетентность. Это происходило ровно до того момента, когда она спасла его рыжую шкуру в тропическом секторе. Они тогда прыгали по лианам, убегая от разъяренного ягуара. Лично мне такое резкое изменение отношения, кажется очень странным и неестественным. Если учесть тот факт, что наши пушистые герои оказались в смертельной опасности именно из-за действий неопытной крольчихи. Нужно было просто вызвать на допрос этого водителя лимузина. Хотя его бы могли чирикнуть по дороге в полицейский участок. И все расследование пошло бы по морковной терке. Но это лично мое мнение. А помните, как Джуди начала дерзить боссу мафии, когда впервые с ним встретилась, после чего ее вместе с рыжиком чуть не утопили в ледяной проруби? Если бы дочь крестного отца не вмешалась, которую недавно спасла морковка, то эта история могла бы резко оборваться. И опять же, дочурка босса мафии оказалась в смертельной опасности, из-за того, что Джуди бросила свой пост и рванула за преступником. Капитан Буйволсон был абсолютно прав, когда не соглашался давать этой зеленой стажерке такую серьезную работу. Ник Уайлд тоже глупостей немало натворил. Сперва он втюхал боссу мафии за большие деньги коврик из задницы скунса, а потом спокойно возвращался в Тундратаун, чтобы сделать лапочки на палочке. Он совершенно не боялся, что прихвостник крестного отца увидит его и поймают, а потом кинут в прорубь. Если бы за мной охотились бандиты, желающие от меня избавиться, то я бы вообще не появлялся в Тундратауне. Я просто уехал бы как можно дальше из Зверополиса. Но рыжий лис ничего не боится, он даже ни разу не оглянулся по сторонам, когда вместе со своим другом Фиником морозил свою мороженку. Я что-то заболтался, и совершенно забыл рассказать о том, когда же выйдет вторая часть. К сожалению, официальную дату релиза нам Дисней еще не сказал, поэтому остается только ждать, надеясь на чудо. Вы должны прекрасно понимать, для того чтобы написать интересный и логичный сценарий, нужно потратить очень много времени и сил. Пусть создатели не торопятся и сделают все как нужно. Потому что, я совершенно не хочу увидеть такое же продолжение, как Холодное сердце 2, которое явно вышло хуже первой части. В ближайшее время я тоже сделаю ролик про этот мультик. А про последние Звездные войны я вообще лучше промолчу. Как же мне много писали о том, что Зверополис 2 выйдет в марте 2019 года, прочитав статью на каком-то говносайте. Странно, почему же сейчас никто об этом уже не говорит. Я понять что-то не могу. Если сейчас поискать информацию о дате выхода второго Зверополиса, то можно найти кучу сайтов, на которых написаны абсолютно разные дни. На некоторых из них даже таймеры есть, которые дают обратный отсчет с точностью до секунды. Так какому же сайту верить? Спросите вы. Я отвечу абсолютно так же, как и раньше. Никакому. Блэд, зайдите на Кинопоиск. Там еще Зверополис 2 не появился. Что же нас ждет в продолжении? Спросите вы. Я отвечу. Да хрен его знает. Но я скажу точно, что никаких любовных отношений между Ником и Джуди точно не будет. Эта инфа стопроцентная. Как бы это многим не хотелось, но эти пушистики останутся всего лишь лучшими друзьями и верными напарниками. Останутся ли Ник и Джуди вообще главными героями второго Зверополиса? Может быть нам покажут абсолютно новую историю с другими протагонистами. Ходили слухи, что изначально планировали снять мультфильм про секретного супер-агента кролика Джека Савэйджа. Кто знает, может быть вторая часть будет посвящена именно ему. Тем более этого персонажа уже многие полюбили. Почему бы и нет? А может быть мы увидим приквел про Ника Уайлда. И узнаем его историю о том, как Рыжий Лис попал в Зверополис и докатился до такой жизни. Хотели бы вы увидеть, как Ник работал на мистера Бига и выполнял для него мерзкие поручения. Как хитрый лис познакомился с Фиником и чем они вместе занимались. Может они выбивали долги для мистера Бига. Взяв в руки биты, они подкатывали к должникам и дубасили их по голове. А что вы думаете по этому поводу? Пишите свою версию в комментарии, а в следующем ролике я разберу лучшие варианты. Я абсолютно уверен, что создание второго Зверополиса уже давно ведется. Дисней уже заработал на первой части больше миллиарда долларов, значит он попытается сорвать куш и со второй части. Точно так же, как он это сделал с холодным сердцем. К тому же, Ник Уайлд засветился в мультфильме Ральф против интернета. Напишите в комментарии, кто ходил на этот мультфильм, только ради того, чтобы несколько секунд полюбоваться на рыжего красавчика. Я точно так сделал. Еще ходят слухи, что уже готовится к выходу аж сразу вторая и третья часть Зверополиса, но никакого официального подтверждения еще нет. А как вам кажется, покажут нам уже в ноябре трейлер нового Зверополиса или нет. Стоит ли надеяться на чудо? Я думаю, что точно стоит. Может нам покажут поцелую Ника и Джуди. Представляете, как будет мило. Фанаты просто потекут от счастья, и забудут даже про холодное сердце 2. Ну, вероятнее всего, мы увидим нарезки с эпичными погонями, в перемешку с шутейками и подколами Ника. Будет точно очень круто. Я в этом просто уверен, по-другому и не может быть. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока.